Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля. Я очень рада вас приветствовать на своем канале. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые видео. Сегодня я хотела бы поговорить с вами про ароматы, которые, по моему мнению, очень хорошо будут носиться в офис, на работу, либо же в школу. Также вы можете посмотреть видео про свежие ароматы, которые, по моему мнению, также хорошо подойдут для именно такой рабочей обстановки. Какие-то ароматы, которые я вам сегодня покажу, также присутствуют и в той подборке, в том видео. Но давайте я вам расскажу именно про те ароматы, которые, по моему мнению, самые-самые рабочие. Первый аромат, о котором я хочу рассказать, это, конечно же, Барбари Брит. У меня это именно парфюмерная вода. Это аромат про прострогую сладость. Наверное, так бы я назвала этот парфюм. Здесь для меня немного мяты, немного древесности, немного какой-то гурманики. Но это не такая гурманика сладкая-сладкая. Это очень пудровый, красивый аромат, который достаточно долго сидит на коже, который хорошо сидит как на коже, как я уже сказала, так и на одежде. Он никого не напрягает и он собирает всегда массу комплиментов. Поэтому, если вы не знакомы с этим ароматом именно с парфюмерной водой, то обязательно присмотритесь к нему. Далее мой классический аромат, который никого не будет раздражать, который никого не будет сбивать с толку или обращать на себя какое-то излишнее внимание. Это Йоши Ямамото Йоши. В последнее время очень часто о нем говорю, потому что действительно наслаждаюсь им, вдыхаю его. И у меня какое-то такое вот умиротворение наступает. Это аромат про кипарис, про мускатный орех, про древесность, про корректную и умеренную сладость. Очень красивый, опять же, не суперстойкий парфюм, но который на коже и на одежде продержится где-то, наверное, около пяти часов. И он всегда располагает к себе. Это аромат чистоты в какой-то степени, то есть ухоженности даже, я бы, наверное, сказала не чистоты, а ухоженности. Так будет правильней. Йоши Ямамото Йоши. Очень рекомендую к нему присмотреться. И также он бюджетный. Далее аромат от Айзенберг. Мне кажется, что это пудра, которая во флаконе Tentation называется аромат. Он, знаете, он не сладкий. Он, по моему мнению, немного даже на самом деле возрастной. То есть я не вижу этот аромат на юной девушке. Это уже такая более взрослая дама, от которой пахнет пудрочкой. Мне здесь видится немного фиалки. Очень аромат, мне это нравится, как звучит именно в более прохладное время года. Потому что, когда в более прохладное время года я ношу этот аромат, он оставляет за собой хвост шлейфа. Красивый парфюм. Опять же, по моему мнению, он не будет напрягать. В принципе, любой аромат можно надеть и в офис, и на работу, и куда угодно. Главное, знать меру его дозировки. Потому что, если вы нанесете один пшик того же самого Монталя, либо же пять пшиков, это будет огромная разница. Один пшик будет очень уместно, мне кажется, звучать и в помещении, и на улице. Но, опять же, смотря какой Монталь. Потому что есть на мой нос такие прям бронебойные ароматы. Далее, аромат от Кошарель Ноа. Это очень красивый, нежный, опять же, аромат. Про сирень, про... Давайте нанесу его, освежу свою память и немножко поностальгирую. Это аромат моей бабушки в хорошем смысле. В моем детстве бабушка пользовалась всегда именно этим ароматом. И сейчас, когда я вдыхаю в данный парфюм, я здесь слышу очень красивую сирень. Даже какие-то ноты фломастеров, которые у меня были в детстве, я ощущаю в этом аромате. Очень приятный. Всегда дарит мне ощущение теплоты внутри. Я не могу сказать, что он какой-то курманский, согревающий. Но вот именно те воспоминания, те ассоциации, которые у меня с этим ароматом, они буквально сразу наполняют мой нос, мою душу. Поэтому тоже рекомендую этот аромат. Он приятный и очень-очень нежный. Свежачок, который я могу отметить, это колонь от Hermes. Это красный ревень. Красивый аромат про, опять же, чистоту. Он не стойкий, потому что это колонь. Здесь яркие красные ягоды, ревень. Это все с кислинкой. Свежий аромат, как будто бы вы недавно вышли из душа. Вот от вас пахнет чистотой. Очень приятный парфюм, но, к сожалению, он не стойкий. Поэтому я достаточно много его уже израсходовала, потому что реально приходится им поливаться буквально. Далее аромат от бренда Mansera. И это от Orchid. Для меня лично это тихий аромат, который сидит достаточно близко к коже. Там красивая пирамида. Он в базе начинает... Там на старте идет кокос. Вот как сейчас помню, потому что ноту кокоса я не люблю, скажу сразу. Несмотря на то, что я все-таки фанат гурманики, кокос это не моя нота. Она меня душит. Мне прям буквально сразу становится плохо и болит голова. То есть я даже не могу пользоваться шампунем, который пахнет немного, отдает кокосом. Мне буквально сразу становится плохо. Когда он близится к базе, очень красиво начинает именно как-то сливочным становится. Но это не та сливочность, которая прям вот гурманика-гурманика. Он как будто немного обволакивающий становится. Надеюсь, правильно получается до вас донести. Красивый аромат, но он повседневный, проходимый и меня не цепляющий. Поэтому полноразмерный флакон я определенно брать себе не буду. Но аромат Мансера, который я очень сильно люблю и который, на мой взгляд, отлично подойдет в офис. Отлично подойдет как мужчине, так и женщине. Это, на мой взгляд, один из самых лучших ароматов унисекс. Это Мансера Wild Fruits. Это кунгват. Это цитрусы, это древесина. Все это такое немного суховатое. Это можно даже сказать горький цитрус. Я очень люблю ноту горького цитруса, несмотря на то, что я люблю гурманику. Я люблю, в принципе, горькие такие парфюмы. Отличный аромат для мужчин и для женщин, который не будет вас, опять же, отталкивать. Единственное, что в моем случае он меня немножко может, наверное, с рабочего лада сбить, потому что каждый раз, когда я ношу этот аромат, я им наслаждаюсь. Красивый, долгоиграющий, очень-очень стойкий парфюмерия Мансера. Вообще, в принципе, очень имеет хорошую стойкость. Джимми Чу. А Джимми Чу, который абсолютно не напрягает, который пришел и ушел. То есть, на мой взгляд, этот парфюм, который не цепляет. Здесь есть нота мандарина и зеленые ноты, которые поднимают вам настроение, которые вас бодрят. Ну, он такой вот, знаете, немного мыльный, немного как вот яблочный шампунь, назовем так этот парфюм. Мне он нравится. Хотя яблоко, по-моему, здесь не заявлено. Здесь на старте идет яркая, сочная груша разрезанная. Вот это вот немного груша зеленоватая. Красивый аромат в офис, который не будет напрягать. Но, опять же, ничего такого супер вау я бы, наверное, не выделила в этом парфюме. Аромат, который очень мне нравится. Я много раз о нем говорила. Это Versace Versens. Это классика-классика. Опять же, горький аромат. Цитрусовый аромат. Очень-очень стойкий аромат. Очень громкий, звонкий, наполняющий собой помещение. Но абсолютно не отталкивающий и не раздражающий. Я с этим ароматом познакомилась еще в школьные годы. И с тех времен я очень его люблю. Не знаю, какой флакон уже снашиваю. Горькие цитрусы. Опять же, подходить, тестировать. Потому что не все такое, далеко не все такое любят. Но я вот люблю и уважаю очень сильно этот аромат. Хочу к этой группе также отнести молекулярные ароматы. Но в видео я покажу только один. Это от Juliette Hazegan Note Parfum. Это нежный аромат. Многие называют его как кошачий пушок. Можно так сказать, кто-то называет его перышком. Для меня это аромат чистоты, юности. Чистые рубашки, накрахмаленные рубашки. Очень красивый, нежный, воздушный аромат, который не будет вас сбивать с толку. Здесь одна единственная нота, по-моему, если мне не изменяет память, амброксан. Но для меня амброксан, я уже поняла, что на моей коже как-то очень красиво раскрывается. Ну, по крайней мере, мне очень сильно нравится, как раскрывается эта нота. Я здесь слышу даже немного цитрусовые аккорды. Также к этой же группе могу отнести ароматы из Centric Molecula. Тоже прекрасные варианты для ношения таких вот молекулярных ароматов. Кстати, я знаю, что не всем, далеко не всем нравится аромат из Centric Molecula. И, кстати, хочу заметить то, что вот я не так давно гуляла на улице, на пруду. В общем, давно там не была, там достаточно много людей было. И как же часто я стала встречать из Centric Molecula 02. Я даже из-за этого как-то вот мне не очень хотелось ей пользоваться. Потому что настолько много людей, которые пахнут из Centric Molecula 02. Я очень люблю этот аромат. Но когда он чуть ли не через прохожего слышен, как-то это меня немножко огорчило и расстроило. Следующий аромат тоже классика-классика. Это Lacoste Parfum. Красивая, нежная, пудровая замша, которая очень хорошо сидит. Которая очень узнаваемая, но которая политкорректная. Которая вас не раздражает, не удушает. Ну вот, пыльная, мягкая замша, кремового цвета. Это, наверное, все, что я могу сказать про данный парфюм. Мне он очень нравится. Аромат тоже у меня ассоциируется с приятными воспоминаниями из моей юности. Потому что именно тогда я познакомилась с этим парфюмом. Его очень часто носила моя подруга. Люблю этот парфюм. Не столь часто им пользуюсь. Но он мне очень нравится. Поэтому, кто любит приятно пахнуть, чтобы этот аромат практически всем нравится. Поэтому тоже его рекомендую. Он немного такой сладковатый. Но я уверена, что практически все из вас знакомы с данным парфюмом. Аромат от Montal. Единственный, который, мне кажется, настраивает именно на рабочий лад. Это Starry Nights. У меня практически закончился уже флакон. Потому что, когда я занималась распивом, очень многие брали этот аромат. Очень многим он нравится. Это горьковато-мускусный аромат. Но мускус здесь очень красивый. Мне очень нравится этот парфюм. Единственное, что я категорически не люблю его в жаркое время года. Мне не нравится, как он звучит от людей. Мне очень нравится, как он звучит именно в холодное время года. Но летом я абсолютно не воспринимаю данный парфюм. Он очень красивый. Вот он как называется Starry Nights. Он так, собственно, и звучит. Он какой-то вот статный. Вот как звезда, действительно. Потому что, когда я слышу этот аромат, и когда я ношу этот аромат, я себя как-то вот прям хочется плечи расправить. Очень красивый. Тоже его рекомендую. Но, как бы, по моим предпочтениям, не на лето. На лето он какой-то вот too much становится. Последний аромат, о котором я хотела бы вам рассказать, это такой нежный, цветочный, розовый парфюм. Это Christian Dior Miss Dior Blooming Bouquet. Это тот аромат, который также собирает достаточно большое количество комплиментов, который не настраивает вас на какое-то веселье. Он просто придает, знаете, вот как брошку повесить красивую себе на шарф или на блузу. Вот то же самое делает этот аромат. Он очень нежный, воздушный, свежий, красивый, приятный, обволакивающий, стойкий и громкий. Что для меня было большим удивлением, потому что, когда в пробнике я разнашивал раз пять, наверное, данный парфюм, мне очень его хотелось, но мне не нравилась его стойкость. Вот когда у меня появился флакон, мне очень нравится этот аромат, как сидит именно на коже. Здесь очень красиво пахнет пион. И для меня пион это олицетворение весны. И поэтому я ношу его именно в большинстве случаев в весеннее время года, потому что он как-то напоминает о том, что сейчас уже снег растает, цветы проснутся, трава вылезет, почки набухнут, солнышко уже более теплое становится, более теплые лучи падают на меня и тем самым греет мне душу и поднимает настроение. Тоже его рекомендую. Очень красивый, нежный аромат. Итак, на этом все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Я надеюсь, что вы подчеркнули для себя что-то новое и также на какие-то ароматы абсолютно не будете обращать внимания. Я желаю вам всем хорошего настроения. Я вас всех очень сильно люблю. Целую, обнимаю и пока-пока.